привет всем любителям прекрасного ну вот и меня понесло хотя собственно и перерыва больших не было ну вот пришли ко мне растюшки и сейчас давайте я их буду распаковывать сейчас я поставлю удобно телефон и буду с вами распаковывать ну что же начнем ну и как обычно я начну с самого маленького сверточка потому что в основном здесь котлеи две растюхи по идее должно быть не котлеи вот это вот одна из них это малыш очек так бирочки здесь нету но я вам напишу и вставлю фотографии это ангреком ангреком гидери по-моему если я не ошибаюсь вот такой вот малыш честно говоря опять же писалось что это взрослое растение способно уже цвести но мне кажется надо все же еще годик-два до цветения подождать вижу здесь какое-то пятнышко темное не есть хорошо но по моему она уже подсохла и на всякий случай наверное все таки обработаю его каким-то фунгицидом растение немного залито ну прям мокрая я думаю если его достану то я даже вот так вот мог немножечко достану да и вот видно будет что с него течет видите прям очень мокро но корешочки там имеются корешочки хорошие но я все равно вы буду пересаживать и буду пересаживать на блок потому что вот таких вот малышей я люблю выращивать на блоке так начнем наверное по порядку да я так подозреваю что многие растюхи будут без бирочек но я буду вам вставлять или же определять вместе с вами так это какая-то котлея я сейчас даже не скажу какая ну возможно что-то с энциклей потому что вот такие вот бульбочки а мог это энцикля даже не знаю сейчас это вот не буду сейчас гадать возможно энцикля или же эпикатлея какая-нибудь или же энцивола честно говоря уже не помню две недели назад заказывала но очень хорошее растение да это по моему энцикля какая-то много бульбочек два новых роста растение не усушено корней полный горшок мох влажненький в общем здорово корнюшек хватает не знаю пока буду пересаживать или нет но скорее всего пересадить потому что глубоко посажена глубокая посадочка и здесь вот уже новые роста упираются но не в сам горшок вот в корне свои же корни упирается поэтому скорее всего буду вытаскивать из этого горшочка фото и название всех растюшек я буду вставлять извиняюсь меня отвлекли звоночком ну заодно я и нашла свой список растений и немножко обновила память потому что подозреваю что в основном большинство растений вот такой вот кустик кустик шикарный правда очень много ростов возможно как обычно здесь два растения посажена есть ростики с чехольчиками это небольшая котлейка маленькая я постепенно перехожу за миниатюры хотя есть еще парочка таких которые и не маленькие будут но это не в этом заказе так я подозреваю что это будет кто-то у нас это будет рирантера шимфон литл сан тоже я вам литл сан да и подписка еще я мин голден бой вот она миниатюрная и она по идее была с чехлами что это она буду потом смотреть или список с продавцом если мне что-то будет непонятно ну а вам я из естественно вставлю и подпишу все растения вставлю фотографии вот это тоже без бирочки но опять же я подозреваю что это будет майкой луиза подписка луиза вот бросок от летом как жалко он как жалко сломанный ростик сломанный ростик растения все хорошо политы но в принципе это не трагедия потому что они передавались из севастополя автобусом и шли недолго я по возможности которые смогу буду вытаскивать смотреть корешочки вот такой здесь дренажный слой из пенопласта кучу всяких добавок удобряшек здесь я вижу так один ростик сломанный очень жалко а вот есть 2 но в принципе здесь вот я вижу что она прям растет видимо на этих убит удобрениях вот молодые росты еще не закончены и растут уже следующие да они еще не доросли вот вот раз-два-три рост молодых я вижу да и сразу же от них идут уже новые ростики и вот здесь вот тоже почка уже тоже будет новый рост то есть три направления у растения было но я надеюсь что весь почка сохранится вначале здесь просто сломан сломана верхушка или же она проводит еще одну почку в принципе пустик неплохой молоденький конечно еще но неплохой так какое приплюснутое растение горшок сам по себе наверное еще не отошел от пересылки продавцу это ансидиум мини ансидиум твинкль твинкля вот прям такой там субстрат как будто камушки прямо шуршат так а здесь не нужно будет ножнички да субстрат здесь прям камушки и он такой сухой сухой ну это вообще по акции ансидиум и микс то есть цвет его не определенный может это будет розовый может и будет красный может и будет желтый ну хорошенький кустик такой очень много ростов молоденьких 1 2 3 4 росты хорошие упитанный не пересушенный даже хотя мне казалось что в таком субстрате ансидиумы не растут как вы видите все возможно тяжелый такой весистый горшочек . тоже хорошенький у это дендробиум это дендробиум макрофилум до этого верочка тоже хорошенький такой кустик есть корнюшки живые проглядываются один рост что-то мне не нравится вот этот как-то он шатается как будто он поломанный может ну да немножечко такой вот серединке где-то он обломленный этот рост хотя рост был хороший но есть еще один ростик хотя в принципе у меня дендробиум и они все равно даже в моих условиях там течение недели выдают еще новый рост если они уже если он уже растет дендробиум сам по себе как бы да то есть не спячки ту он способен выдавать еще рост и до копеек меня все без названия почему-то без билочек и даже горшочки не подписаны вот они пришли и остается только догадываться только здесь у нас немножечко подприл молодой рост один ну корневая очень хорошая есть еще один ростик молодой и вот молодой рост да и там я вижу еще одна почка которая тоже в скором времени пойдет в рост корнюхи прям суперские такая растенька которая тоже видите вот этот налет водорослей вот насколько влажное содержание да у них было темно-зеленые такие листья прям аж и вот с этим вот водорослям налетом это всегда кира когда где-то находится какой-то теплицы она говорит это не мое растение ну я бы так не сказала потому что это тоже котлея теперь бы еще определить кто это ну это скорее всего либо дать скорее всего лабиата вариации альба потому что ну да это она плоские бульбочки классные листики такие прямо жесткие прям плотненькие такие это лабиата ребята вариации альба ну классные конечно такие упитанные все так и еще одно растение тоже такой классный кустик тоже на небольшая сама по себе растет уже были даже попытки чихлиться ну по бульбам видно да что это гибрид с их называют сейчас нермикофилы по моему если не ошибаюсь да раньше они были извиняюсь я немножко приболела поэтому может быть даже и будут и гундосить есть даже есть бирочка это мир на кофе ла на рио с литл трэжа очень классная я уже видела некоторых либо пришли либо хотят в заказах уже есть это катрия гиперрикаем катрия ла цена мир микрофилу альба пор пор и раньше они были дай бог памяти раньше они назывались шамбургии шамбургиями вот и вот вывели такой классный гибрид очень с очень красивыми цветочками я надеюсь что он будет легок к зацветанию это скорее всего деленка да уже от взрослого растения видите обрезанная довольно таки взрослые бульбочки пытающийся уже зацвести потом не смотрю что следующие 1 1 лис на видимо условия не подходили растения не хватало корневой массы ну и вот два ростика растут я конечно сомневаюсь что они процветут но потому как изменение условиях все же таки она для растения стресс и они не всегда они все могут процвести я смотрю просто разглядываю смотрю на наличие улиток потому как вижу что некоторые корешочки либо обломаны либо обгрызаны так обычно грызают улитки да скорее всего потому что ты там тоже молоденькие и в основном это молоденькие пимпочки зелененьких кореш очков улитки любят полакомиться так ну вот собственно говоря и все из моих полученных новиночек стоять только вот такая вот небольшая компания казалось бы до 8 растений вот такая небольшая кучка и это очень хорошо мне нравится вот когда компактные растюхи они не занимают много места некоторые я пересажу на блок а может быть в корзиночку такую маленькую с дырочками потому как смотрю что вот дидери он такой более прямо стоячий ангрег он да и возможно будет у меня в корзиночке как мой леонис растет тоже в корзиночке вот ну вот такая вот компания ребята моих новых приобретений ставлю вам и подпишу название стали фотографии этих растюшек всех за исключением наверно только анцилиум потому что там вариантов много какой он будет как он зацветет вот ну и на сегодня я с вами буду прощаться желаю вам во первых хочу вас поздравить всех с прошедшими праздниками со спасами до медовым и яблочным у нас там впереди еще ореховый спас возможно до орехового спаса мы точно с вами еще увидимся в моих видео потому что у меня еще будут теоретически есть запланированные видео ну и желаю конечно вам побольше радости в жизни исполнения ваших заметных заветных желаний ну и до новых встреч пока пока